Если вы хотите жить, то живите своей жизнью. Раньше не было телевизора, что они делали? Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело! Гуляли люди, пели на гармошках, И радовались жизни. А сейчас сидят все дома, Смотрят, как другие радуются. Это означает неуспешная жизнь. Разрушайте эти стереотипы. Входите в грозь, дружите, Радуйтесь друг к другу, Выбегайте на улицу, Смейтесь, веселитесь, Живите. Если человек не хочет жить, значит, помрет. Или живите, или померяйте. Одно из двух. Движемся дальше. У меня много чего вам сказать На эту тему успеха. Итак, знайте, Что если у вас нет сил работать, Заставить себя идти на работу, Если вы не можете сосредоточиться, У вас нет сил с начальником поговорить, Значит, у вас не хватает природы. Идите, пополняйтесь природой. Потом, когда наполнились, Силы есть, бодряк есть, Все нормально в жизни. Пошли в следующая стадия. Следующая стадия называется Социальные силы человека. Или его способность, Или мудрость, знание, Как побеждать судьбу в социальной сфере. Это мудрость и знание. Я вам прямо по пальцам говорю, Что надо делать. Если человек, мужчина, чувствует, Он не знает, где ему работать, Он не чувствует в себе силы быть успешным, То это значит, Что ему надо пройти всего 4 стадии В этом направлении. Первая стадия – движение. Мужчина включается только через движение. Он не может включиться никак по-другому. Волевые функции у мужчины Включаются только через движение. Можете не бегать, Можете боксом заниматься, Гири толкать, Зарядку делать. Что хотите делать? Самбо там, спорт. Что хотите? Но если мужчина не двигается, Волевые усилия не совершает, Вы не научитесь работать. Потому что это следующий этап Развития мужчины. Итак, первый этап. Смотрите, как мужчина включается. Он начинает двигаться. Поняли, да, систему? Винет в себя лениво, Ускорять не любит шаг, Хочет жить не то красиво, Без усилий просто так. На работе он в заботе Постучать под домино, А когда конец работы, То пора идти в кино. Что это правильно? Что это значит? Это значит, что это нормальный мужик. Нормальный, хороший человек. Не то, что он скотина, понимаете? Нормальный, хороший человек. Просто он не включен, Как мужчина. Это значит, что он не может быть эффективным, Просто в принципе, понимаете? Если включать или не включить, Свет гореть не будет. Человек неживой. Он неживой, как мужчина. То есть, что делать? Вот такой неживой, как мужчина, Подходит мне и говорит, Олег Геннадьевич, где мне работать? Что-то мне ничего не нравится. Я говорю, вам не надо работать. Вам надо бежать. Зарядку делать. То есть, нужно свой волевой фактор включить. Как определить, что он включился? Мужчине хочется что-то делать. У него появляется желание что-то делать. Это значит, что волевой фактор включился. То есть, он стал мужиком. Кстати сказать, мои хорошие, Вот эта вот стадия, Когда мужчина не включен, Означает так же импотенция. На этой стадии у мужчины Даже нет возможности зачать ребенка. Он нулевой вообще во всех отношениях. Как только мужчина включился, Дальше, следующая, вторая стадия Называется хобби. Что это значит? Это значит, что мужчина хочет делать То, что ему нравится. Ему по барабану сколько денег будет. Вот. Ему хочется денег, Но он не может как бы работать там, Где ему деньги будут платить. Ему не хочет работать только там, Где нравится. Эта стадия хобби Побеждается следующим образом. Мужчина должен Заставить себя Работать в любом, Неважно где, В одном месте. Не меньше трех-четырех лет Для того, чтобы в конце концов Почувствовать, что тебе нравится труд. Вот то, что ты делаешь, То и нравится. Это значит, что ты переходишь На следующую стадию, Которую называют стадию способностей. В чем она выражается? Она выражается в том, Что когда мужчина начинает Делать что-то с любовью, Ему нравится что-то делать, В это время у него включается разум, Который дает возможность ему понять, Что он может делать лучше. Но, другими словами, Если человек начал воевать, Допустим, воюет, То он, в чем заключается Его развитие? Он начинает понимать, Где он может воевать лучше. Кто-то может из пистолета Лучше стрелять, Кто-то из танка, Кто-то может то-то делать, Кто-то сё, понимаете? Точно так же и человек В работе, То есть, если ты ничего не делаешь, Ты не можешь понять, Где ты будешь эффективен, Потому что понять, Где ты можешь эффективен, Ты можешь только когда ты С радостью, с любовью Начал что-то делать. Если ты делаешь что-то, И тебе не нравится, То и не нравится, Все и не нравится, Ты никогда не найдешь себя. Вопрись в одно дело, Почувствуй, что ты там Как бы успокоился, Понравилось тебе все, Тебе хорошо работать. С этого момента ты откроешь, Где ты можешь работать лучше. Означает, будет больше денег. То есть, вторая стадия развития мужчины Уже в деятельности называется Деятельность по способностям. То есть, мужчина чувствует, Где ему работать, Как ему работать, Но он не может работать так, Чтобы это ему очень глубоко нравилось. Он может это делать, Ему деньги платят, Но он там устает, И ему это не сильно нравится. Это не означает, Олег Геннадьевич, Где мне найти, Чтоб мне нравилось? Нигде не найдешь. Потому что, Чтоб тебе по душе была работа, Это третья стадия развития. И включение в эту стадию Уже не через работу идет. Для того, Чтоб на уровне разума, Или на уровне предназначения, Не способности человека, А на уровне предназначения, Чтоб действовал. Для этого ему нужно Начать работать над собой. Нужна молитва, Нужны вот эти аскезы, Нужно правильное питание. И тогда постепенно, Когда разум у мужчины включается, Это значит, Что он может регулировать свою жизнь, Бросает вредные привычки, Ведет себя нормально с женой, В этот момент у него появляется Способность Людей поставить выше, чем деньги. И вот когда человек может Ради людей работать где-то, То у него раскрывается возможность Работать так, Чтоб очень было приятно. И эта возможность Колоссально развивает человека, Он становится сильно успешным Деятельностью. Потому что он находит ту деятельность, Которой он занимался Много жизней до этого. То есть, Деятельность платформы разума Или предназначения человека, О чем мы будем говорить с вами На следующей лекции завтра. Я подробно расскажу Эти разные виды предназначения. Эта деятельность Включается только Когда у человека Включается разум в жизни. Потому что Первая стадия включения Хобби Это уровень эмоций человека. Человек хочет Наслаждаться жизнью. Вторая стадия включения Это умственные способности Или Как бы Способности человека. Деятельность по способностям. И деятельность по природе Или эффективное действие, Приносящее счастье Или миссия человека в жизни Его деятельности Миссия Возможно Только когда Человек умеет Страх Или свою потребность Поставить на второе место Она первая Потребность людей И общества Другими словами Пока человек Не настроен так Он не может Действовать на уровне Предназначения Потому что Разум Включается только В бескорыстии Когда человек Корыстно настроен Разум не работает Ум работает Понимаете? И человек не может Действовать так Чтобы ему от души Было прямо вот Хотя он может То же самое делать Допустим Человек по природе Допустим Ему торговать надо Он может быть Это его предназначение Тоже Но он не сможет Там найти счастье В этой деятельности Пока он не Перешагнет Через свою семью Теперь берем женщину Мужчину Оставили в покое Первая стадия Женщины Неразвитая женщина Невключенная женщина Называется Мечтательница То есть Что это за Как выглядит Такая женщина То есть Она Хорошая Женщина Всегда хорошая Женщина Это лучшая Половина человека Она всегда Хорошая То есть Она хорошая Такая Добрая Но она Целыми днями Ничего не делает Она ждет Где ты Счастье мое Кружит планета Цветная Где ты Счастье мое Друг я тебя Не узнаю Только Верится мне Кажется мне Очень скоро Как там Встречу я тебя Счастье 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 Мое Я тебя Увижу Счастье Счастье Мое Мечтаем Сидим И мы читаем Психологические Книжки Которые говорят Визуализируй Сильнее То есть Мечтай Сильнее Он притянется Надо притягивать Его Своей мечтой Знаете К чему Мечта Приводит Вообще Человек Мечта Приводит К тому Что человек Начинает Жить Допустим Женщина Начинает Жить Семейной Жизнью Мечте То есть Это Привлекает Духов То есть Она Ночью Начинает С духами Сексом Заниматься Это Все Результат Мечты У мужчины Мечта Приводит К Вот Этим Ананизму Там И всем Вот Этим Делам То есть Мечты Это Все Понимаете То есть Мечта Приводит Человека К тому Что он Полностью Теряет Себя Он Становится Как Котлета Понимаете Ну то есть Чем Отличается Мечта От Пути Понимаете Мечта Это Хорошо Вот Есть Мечта Какая Это Хорошо Но Сразу Как Она Появилась Человек Должен Начать Действовать Понимаете В чем Заключается Пробуждение Женщины Женщина Должна Пробуждаться С помощью Любви То есть Деятельность Любви Что это Означает Рисование Пение Лучше Всего Еще С движением Чтобы Сочеталось Это Танцы Вот Это Забота О других Людях Понимаете Деятельность Любви Означает Пойти Кому-то Сделать Что-то Хорошее Допустим Волонтерская Какая-то Деятельность Для людей Там Как Участвовать В каких-то Акциях Там Ну то есть Женщина Когда включает Социальную Жизнь Или Танцует Или Поет То есть У ней Творческая Потенциал Такой Включается И она Начинает О всех Заботиться Радостно Всех Любить Жить Для всех То В этот Момент Она Сразу Много Не надо Ждать Наполняется Силой Влияния На Других Людей Красоты И После Этого Сразу В нее Кто-то Влюбляется Ну потому Что Такая Корова Нажна Самому Не Выдаешь За День Устанет Рука Вот Кто-то В нее Влюбляется Сразу И Она Выходит Замуж Ее Женщина Есть Конечно Второй Вариант Если Она Стала Влиятельна Такая Она Может Направить Эту Свою Силу В Деятельность Ну то есть Пойти Работать И Потом Думать Что Когда Вот У Меня Будет Машина Квартира Я Станю Такое Самодостаточное Вот Тогда Замуж Это Мышление Неправильно Почему Я Сейчас Вам Объясню Потому Что Если Ты Станешь Самодостаточная У Тебя Будет Машина Квартира Ты Найдешь Себя Альфонса Ну то То Имеет Силу Находит Слава Мужчину Слабая Женщина Находит Сильного Мужчину Сильная Женщина Не Может Сильного Мужчину Найти Потому Что Она Его Не Переварит И Он Ее Не Переварит Вы Щучили Поэтому Женщина Когда Она Выходит На Социальный Уровень То Есть Она Становится Социально Активной И Надо Сначала Выйти Замуж Она Может Конечно Выучиться К этому Время Нет Проблем Но Если Женщина Ставит Работу На Первое Место В своей Жизни Она Замуж Вообще Не Выйдет Потому Что У Женщины Психика Так Работает Куда Потекла Ее Психика Чего Она Хочет Жизни То И Будет Вот Допустим Женщина Мне Задает Вопрос И Все Время Говорит Мне О Работе У У Мне На Работе Так И Потом Меня Спрашивают А когда Я Замуж Выйду Никогда Почему Потому Что Твоя Психика Течет В Работу Куда У Женщины Течет Психика То С Ней Будет Происходить Женщина Такое Существо Что Ей Понимаете Она Все В Жизни Призывает С Помощью Своей Психической Силы Понимаете Куда Она В Психике Направлена То И Будет С ней Происходить Понимаете Женщине Легко Свою Психику Направить В Работу Потому Что В Стороне Работы У Женщины Находится Сфера Развлечений И Отдыха Ну То 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 Сфера Не В Той Сфера Где Она Ответственно Должна Жить А Это Сфера Та Которая Ну Это Другими Словами Лежать На Брюхи На Солнце Рыбки Да Это Не Сфера Где Она Живет А Сфера Где Она Развлекается Или Человеку Поехать На Курорт Некоторые Приезжают На Курорт И Думают Вот Здесь Жить Понимаете Жить И Отдыхать Это Разные Вещи Имейте Ввиду Если Вы Будете Жить На Курорте А Я Знаю Таких Людей Они Не Купаются Там Не Загорают Некогда То есть Курорт До свидания Они Живут На Курорте Но У них Курорт До Свидания Они На этом Курорте Уже Расслабиться Не Смогут Никогда Вы Думаете Они Там Балдеют Чунга Чанга Синий Небосвод Чунга Чанга Лето Круглый Год Чунга Чанга Весело Живет Чунга Чанга Песенку Поет Чудо Остров Чудо Остров Жить На нем Легко И Просто Чунга Чанга Наше Счастье Постоянно Ешь Кокосы Жуй Бананы Жуй Кокосы Ешь Бананы Чунга Чанга Фиг Вам Китайская Изба Ничего не получится Итак Женщина Которая Направлена На Работу Замуж Не выйдет Чтобы выйти Замуж Нужно Себе Заставить Думать О личной Жизни А это Аскеза Даже Думать В этом Направлении Для женщины Это Аскеза Блин Я не знаю Как я Выйду Зам Конечно Не знаешь Ничего страшного Скоро узнаешь Начни об этом Думать Почувствуй Что тебе Это тяжело Об этом Думать Ну думай Об этом На работу Пришла Работай Что мне Не работать Так Работать Понимаете Но когда Женщина Работает И как бы Она думает О работе То она Теряет себя В этом случае Она сгорает Потому что Психика Когда направляется На работу Она там Не может Найти Своего счастья Счастье Женщины Находится В личной жизни В отношениях Близких Любви И во всем Прочем Но на работе Там нет Близких Отношений Там Только Жесть И женщина Устает Там На этой Работе Она там Мучается Понимаете Но если Она уже Замужем Она такая Так Пришла На работу Там Походила Там Что-то Поделала И она Не парится Там Потому что Она уже Защищена Энергией Семьи И все Она может Там развиваться На работе Быть директором Завода Нет проблем Но всему Свое время Первая стадия У женщины Социальное Развитие Растормозиться Перестать Быть Мечтательностью Вытуриться Из дома Начать Танцы Там Пение Через Творческую Деятельность Женщина Включается В жизнь Она становится Человеком Вот Поэтому Девочек Надо отдавать Куда В творчество Где Чтобы они Бегали Прыгали Танцевали Радовались Чтобы они Как женщины Стали красивыми Сильными Творческая Активность Должна у девочки Быть Не математическая Школа А пение Танцы Понимаете Если математическая Школа Она и станет Математичкой Кому такая Нужна Ну и дальше Когда женщина Чувствует себя Очень Сильно Она может Допустим Развиваться В деятельности И так далее В чем проблема В современном Обществе Проблема Заключается В том Что людей Нацеливают На просто Образование Которое Дает им Возможность Где-то Работать Смотрите Как это Косит Женщин Женщин Надо Обучать Жизни Понимаете Отношением Чтобы они Учились Женщина Должна Уметь Общаться С людьми Понимать Характер Людей Она Должна Уметь Готовить Она Должна Уметь Создавать Атмосферу В квартире Она Должна Уметь Молиться И Должна Уметь Лечить Людей Это Естественные Потребности Женщины Понимаете Вот она Все это Должна Выучить В школе В институте Естественные Потребности Конечно Конечно Тоже Специальность Нужна Понимать Но Это Позже Сначала Женщина Этому Должна Выучиться Но Если Женщина Этому Не Выучивается Она Вырастает Растением Не Человеком Она Не Знает Как Поговорить Человеком Не Знает Как Помочь Позаботиться О ком И она Как Женщина Ноль И Поэтому Она Как Человек Ноль Понимаете Он Знает Математику Физику Биологию А Жить Как Не Знает И Поэтому 80% Разводов Дальше Поехали Мужчина Тоже Математика Физика Химия Чего Мужчина Должен Мужчина С детства Должен Волевые Силы Воспитывать Себе Это Движение Борьба Какие Тренировки Понимаете Обучение Его Что такое Чувство Долга Ответственность Достоинство Мужское Там И так Далее Мужской Мужской Колледж Мужская Гимназия Боевые Искусства Там Должен По морде Уметь Бить Тоже Он Мужчина То есть Когда Мужчина Все Выучился Пожалуйста Дальше Вот тебе Математика Физика Химия Нет Проблем Но Ты Уже Тогда Как Мужчина Учишься Не Как Растение Понимаете А Как Мужчина То есть У тебя Сила Выучиться Ты Знаешь Зачем Тебе Это Надо Так Людей Надо Обучать Это Ведах Написано Священных Писаний Мудрецы Изучали Это Они Видели Психику Человек Как Все Устроено Так На Третьей Стадии Женщина Это Ее Предназначение Уже Дальше Деятельность По способностям У женщины Это Ее Семья Там Ее Способность А Предназначение Пожалуйста Социальное Развитие Дальше Когда Ты Уже Стала Как Личность Развитая Где Женщина Развивается Как Личность Семье Не На Работе На Работе Женщина Как Личность Не Развивает Она Сохнет На Работе И Становится Дикой Она Там Курить Начинает Гулять Начинает Семейный Человек Она Становится Диким Человек Он Посмотрите Служебный Роман Мне нравится Этот фильм Из-за Этого Что Там Дикую Женщину Показали Она Не Знает Даже Как На Мужика Посмотреть Смотрит Так На Него Одичало На Работе Ну Не Так Разве Так Ж Там Показывает Все Смеются Он Тоже Так Так Мужик Такой Очень Развитый Но Они Нашли Друг Друг Познакомиться Даже Не Могут Ходят Друг Кругами Друг Ну Смешно Конечно Но Это Жизнь Подметили Психологи Эту Ситуацию Четвертая Стадия Развития Мужчины И Женщины Это Уже Выше Предназначение Это Наставничество Когда Человек Становится Мудрец Ему Не Надо Работать Он Как Специалист Как Мастер Учить Людей Или Как Наставник Просто Он Прошел Свой Жизненный Путь И Чаще Все Это Возраст И Люди Я Вам Рассказал Сейчас Стадии Развития Человека Понимаете Понимаете Если Вы Попытаетесь Обойти Эти Стадии У вас Ничего Не Получится Это Неправильное Мышление Просто И Успешный Человек Это Тот Кто Проходит Эти Стадии Потому Что Если Человек Их Не Проходит То Он Остается Там Где Остается То есть Вначале Как Определить Что Мужчина Вначале Находится Это Выпивоха Это Гуляха Это Лентяй Это Человек С Большими Амбициями С Очень Тяжелым Характером И С точки Зрения Его Эффективности Ноль Как Определить Что Женщина Вначале Пути Находится Она Такая Очень Застенчивая Скромная Нелюдивая Ленивая Плачет Истерит Вот Может Быть Уже Есть Вредные Привычки Может Быть Она Уже Гулять Начала Вот Но Работать Она Не Хочет Ничего Делать Не Хочет Просто Мечтает Истерит И Плачет Все Это Значит Женщина Нулевая Не Развитая А Это Тупиковая Ведь Развития Это Когда Вымирают Знаете Эти Носороги Если Вы Хотите Чтоб Я Сравнил С тем Как Женщина Упахалась Если Женщина Упахалась Одинокая Это То же Самое Что Мужчина Упился Ну То То Тупиковая Весть Развития Мужчина Уходит В Женскую Сторону То Начинает Пить Сидеть Дома И Балдеть А Женщина Уходит В Мужскую Сторону То Есть Упахалась И Как Б Стала Как Это Лошадью Прижевальского Ну Считает Себя Вполне Развитой Женщиной При этом Понятно Да А В чем Развит Это Женщина Развита В отношениях Любви В семье В детях Мужи Вот Это Развитие Женщин Но Если Она Одинокая Квартиру Себрала На машину В чем Развитие В чем Успешность Это Заключается Никакой Успешности Нет Потому Что Она Цель Своей Жизни Не Воплотила Женская Цель Жизни Как Женская Как В чем Дальше Идем Бежим Лучше Идем Итак Давайте С вами Разберем Отношения Теперь Между Людьми Смотрите Очень важно Знать Что люди Все Живут В трех Слоях Общества Три Слоя Общества Существуют Эти Три Слоя Зависит Фактически От Трех Энергий Которые Существуют В этом Мире Первый Тип Энергии Эта Энергия Овладевает Людьми Когда Люди Полностью Сосредоточены На себе Замкнуты На себе И Их Концепция Счастья Такая Я хочу Быть Счастливым И Если Кто-то Мне Помешает В этом То Я буду Сражаться С ним То То есть Это Концепция Полная И Полная Водремучего Эгоизма То есть Чувство Собственно Достоинства Человека Глухо Повернуто На себя Разворачиваться Не собирается Человек Такой Как он Выглядит Как живет Он Может быть В принципе Достаточно Образованным Развитым Не обязательно Что он Будет пить И курить Но этот Человек Упрямый Как баран С ним Договориться Невозможно То есть Он Всегда Настаивает На своем Будь то женщина Или мужчина Этот человек Не способен Строить Взаимные отношения Ни с кем Если это Начальник завода То он Очень деспотично Себет Если это Подчиненный То он Как бы Упрямится Никогда Не соглашается Ни на что Всегда в конфликте Находится Если это Женщина То она Постоянно Находится В конфликте С мужем Истерит Как бы Депрессники Находится Не хочет С ним нормально Выснять отношения Всегда требует Исполнения Своих желаний Не готова Вообще Даже воспринимать Что есть Какие-то Другие желания Это называется Жизнь невежеств Чаще всего Она приводит К депрессии У женщин И разочарованности В жизни А потом Дальше После депрессии Следующая стадия Жизнь невежеств У женщин Это алкоголь Проституция И курения У мужчин Жизнь невежеств Означает Первая стадия Это агрессия И очень жесткое Конфликтное Отношение Ко всему этому миру А вторая стадия То же самое Алкоголь Проституция И курение Есть Особый слой Невежественных людей То есть Невежественную жизнь Всегда подталкивают Теневой бизнес Это Наркотики Всякие Бизнес Алкоголь Алкоголь Наркотики Курение Любые Махинации Связанные С обманом людей Воровство Там Грабеж Там И так далее Ну и весь уголовный мир Это Жизнь невежеств Знаете Что у людей В невежестве У них всегда Чувство собственного Достоинства Находится сзади То есть Они все находятся По факту Эти люди Немножко в депресснике Но чаще всего Они ни себе Ни другим Об этом Ну как бы Не дают знать Ну то есть Думают что этого не так Ну допустим Если человек постоянно Выпивает Незаметно что Он в депресснике Правда Он такой веселый Всегда счастливый Но его психика Находится в глубоком Подавленном Состоянии То есть Он находится в состоянии Самоуничтожения Такой человек Имейте ввиду Что Когда женщины Думают Что допустим Мужчина Выпивает Он плохой Он невежеств А я такая Хорошая Знаете Думает За что За что мне Такой святой Этот дурак Достался Знаете Что Если мужчина Выпивает То рядом с ним Находится Женщина Которая Находится в депресснике И в жутком Противостоянии По отношению К мужчине Именно это На все остальное Мне наплевать Вот если тебе Наплевать На близкого Человека На других Людей То ты не выйдешь Из этой концепции Для того Чтобы из нее выйти Надо начать Заставить себя Думать о других Людях Заставить себя Учитывать их Интересы Заставить себя Прощать Терпеть Заботиться О людях Иначе Выйти из Невежественной Концепции Невозможно Если рядом с вами Живет человек В невежественной Концепции Ему все по барабану Если вы с ними Начинаете Разговаривать Он вам в морду Если женщина Начинаешь говорить Она истерит Она не хочет Ничего слушать Никого понимать Никого принимать Она хочет жить Только так как хочет И все остальное До фени То если вы С таким человеком Как бы живете То это значит Что вы в прошлой жизни Были таким человеком Бог вас за это наказывает Что делать Запомните Невежество Это энергия Которая разрушает жизнь Не важно Это ваша судьба Или нет Поэтому единственный Способ Общаться с таким человеком Это дистанция Чем больше вы к нему Приближаетесь Тем больше вы сгораете Ему ничего нельзя Ни объяснить Ни доказать Понимаете Этот человек Может научиться Только с помощью Милости людей То есть его может Просветлеть Только ваша молитва И его собственные Страдания Самый лучший способ Научить этого человека Это привести его К состоянию В котором он поймет Что так жить Дальше нельзя Иначе он из этой Концепции не выйдет Он настолько упрямый Упертый В этой концепции Человек Что он просто Разговорами Убеждениями Точно не поможешь Только жизнь Может поменять Этот человек Поэтому Если вам Бог дал Такого человека Жить на расстоянии Как определить дистанцию Вашим самочувствием Если вы чувствуете Более-менее нормально Эта дистанция нормальна Если вы чувствуете Вы сгораете От унижения От оскорблений От жестокости То надо дистанцию увеличивать Вплоть до того Что жить отдельно Но не бросать человека Ставить ему условия Понимаете Потому что Еще раз повторяю Бросая Вы не достигаете цели То есть Бросая человека Вы нарушаете закон Бога И остаетесь одна То есть Ставить условия Он если хочет исправиться Давать шанс Обычно мужчине нужно Где-то Три-четыре таких цикла То есть Вы ему ставите условия Он трезвеет Понимает Что надо менять жизнь Вы Говорит Я согласен на эти условия Вы начинаете жить вместе Он срывается Опять жить отдельно И так Четыре раза где-то На четвертый-пятый раз Он Встает на правильный путь жизни И Бог вам за это будет благодарен Теперь женщины Если вы живете С таким человеком Он издевается Над вами Бьет Насилует И вы терпите То это грех Больше даже Чем Само действие Этого человека То есть Вы позволяете Этому человеку Становиться Змеей И копить Яд Понимаете То есть Позволять этого Нельзя Никому И нигде И никогда Никто не имеет права Совершать насилие Над человеком Если вы позволили Это грех За который будете Отвечать Перед Богом Чуть-чуть насилие Началось Дистанция Понятно А дети В таких семьях Если дистанция Есть То психика Детей Тоже сохраняется А если дистанции Нет Она разрушается У них И они точно Такими же Становятся Как родители Это судьба Детей Они получили Это в наказание За свои Прошлые Поступки Если некуда Уйти Значит Тогда надо Молиться Что было Куда уйти У человека Нет безвыходных Ситуаций В жизни Есть просто Безвыходное Внутреннее Состояние Теперь Следующий Слой Жизни Называется Жизнь Страсти В нем живут 90% людей Это про всех нас Что такое Жизнь Страсти Это когда у человека Концепция жизни Такая Я хочу быть счастливым И хочу Чтобы были счастливы Мои близкие Мои друзья Моя страна Все Но Понимаете В чем заключается Проблема этой концепции Заключается в том Что человек Хочет быть счастливым Для всего Моего Ну то есть Понимаете То есть человек Все равно Это называется Скрытый эгоизм То есть чувство Собственного достоинства Все равно Повернуто Неправильно Оно не повернуто На развитие И на получение Силы И счастья И радости Оно повернуто На себя Понимаете То есть люди Когда живут Страсти Они видимость Создают Такую Что у них Бросают Большое положение Большое положение В обществе Большой успех То это разрушает У страстных людей Семью Еще гораздо Быстрее Потому что Мужчины Когда они Имеют много денег Несомненно Начинают Гулять Несомненно Заводят Себе Телку Да Именно Телку Потому что Это телесная Концепция Жизни Понимаете Телки И телки Телесная Концепция Жизни То есть Люди Когда Богатеют Они Ну как Это называется Охрюнел Ну то есть Ну как Свинья Стал Охрюнел Нам Молод Ну а понятно На кого загляд Все На стариков Что ли То есть Вы поняли Или нет Чего На мужиков Сразу Наелись Женщины Чего Чего Женщины Вот Много День Чего Женщина Чего Дальше Женщина Делать Чего Дальше Женщина Делать Нет Женщина Начинает Лениться Начинает Как бы В шмотки Погружаться Начинает Как сумасшедшие Все покупать Начинает По концертам Ходить То есть Начинает Развлекаться Вести Такую Очень праздную Жизнь Понимаете Муж До свидания Семья До свидания Пускай Нянечки Занимаются Готовить Мужу Пускай Будет Служанка То есть Она Понимаете Тоже И муж Сто лет Не нужен Уже Становится Конечно И женщина Тоже Приходит К разврату В этом Состоянии Но Гораздо Позже Женщина В основном Погружается Развлечение Когда есть Деньги А мужчина В баб Я вам Сейчас Говорю О том Что Сама Концепция Страстной Жизни Неправильная Она Ведет Человек По любому К разрушению Если денег Нет Человек Просто Приходит К усталости Стадии Развития Страстной Жизни Такие Сначала Люди Вдохновлены Потом Устают Дальше Потом Срыв Происходит И дальше Или в благости Или в невежество Понимаете А если Успех Пришел То тогда Растление Происходит То есть Человек По любому Уходит В невежество Потому что Когда бабы Заводятся Это уже Невежественная Жизнь Это не страстная Понимаете Это уже Называется Что человек Оборзел Уже В жизни У него Ни совести Ни стыда Нет Понимаете Поэтому я вам И говорю Что страстная Концепция Жизни Успеху Не приводит Она приводит К разрушению У человека В жизни Теперь смотрите Следующий вариант Имеет власть И деньги Но он В страстной Концепции Неблагостно Находится К чему это приводит К взяткам Приводит К теневым отношениям И дальше Что к чему Это приводит Несомненно Мои хорошие Несомненно Это приводит К небу В клеточку Это тоже Невежественная Жизнь Как бы человек Не думал Что у него Все получится Все равно Небо в клеточку Неизбежно Потому что Пока у него Хватает благочестия Что его не посадят Его не садят Как только Кончилось благочестие Все все узнают Человек думает Что он вечно Может все скрывать Невозможно Потому что Человек Срывает С помощью Своих добрых дел Как это происходит Вот допустим Человек совершил Грек какой-то Ну изменил Допустим Хочешь Чтоб никто Не узнал об этом Это желание Покрывается Добрыми делами Вот у тебя Много добрых дел Никто не узнает Что изменил Но сама Измена Приводит Человека К тому Что ему Еще раз Хочется изменить И у него Пропадает совесть Понимаете Вот это Означает Что он Переходит Другой слой Жизни уже Невежественный И постепенно Он все Вскрывается Потому что Он продолжает Этим заниматься Понимаете Любой поступок Дальше влечет За собой Цепь поступков Это Ну Он сам Заставляет Человека Так жить Поэтому Когда человек Убивает Он потом Серийным Убийцей Становится Понимаете Когда человек Изменяет Серийным Изменщиком Становится Когда человек Бухает Серийным Бухарским Становится Что такое Благостная Жизнь Это Концепция Такая Я хочу Быть счастливым Все хотят Быть счастливым Но для этого Я хочу Дарить счастье Другим Я хочу Работать над собой Развиваться Хочу Постичь Смысл Жизни Я хочу Быть успешным Человеком Но успех Я понимаю По другому То есть Успех Для меня Это внутреннее Развитие Которое Потом Переходит Уже Постепенно Во внешнее Вот смотрите Как действует Невежественный Человек Он успех С силой С себе Притягивает Можно С силой Успех Притянуть Можно Можно Деньги С силой Притянуть Можно Если у тебя Много сил Изначает Много Благочестия С прошлой Жизни Ты можешь Взять Просто И стать Сильным Директором Завода Там Кем угодно Но Веды Говорят Пока Благочестие Есть Внутри Ты можешь Все Возле Себя Держать Как Только Кончилось Все Улетело Почему Потому что Ты совершаешь Над следой Насилие Ты все Силой Держишь А это Неестественно Понимаете Есть ли люди Допустим Которые Являются Естественным Директором Завода Есть такие люди Как он Выглядит Такой человек Он постоянно Заботится о людях Все его любят Он всех любит И всем нравится Что он Директор Завода Все говорят Живи долго Оставайся здесь Ты нам Нужен Понимаете Это естественно Это значит Человек В благости Находится Благость Не означает Нищета И бесштанная Жизнь Благость Означает Что человек Страсть Теперь Что такое Страсть Человек С помощью Не силы А своих Усилий Собственных Пытается Достичь Благосостояния То есть Он пашет Как и шаг Он работает И с помощью Деятельности Он пытается Привлечь деньги Какой результат Сила заканчивается Деньги заканчиваются Он устает Просто Теперь Что такое Благостная жизнь Человек Не стремится К деньгам Он знает Законы Он знает Что если он будет Работать над собой Помогать всем Радостно трудиться Уважать старших Уважать равных Уважать младших Уважать жену То постепенно Его благочестие Копится Положение в обществе Копится И он Его естественно Продвигают вверх Ему дальше Работать меньше надо И он Больше может Пользы принести Но понимаете Он должен знать Что если он Дальше денежки поставит На первое место А развитие на второе То она уже Страсть скатывается Ну то есть Надо Если ты в благости Значит в благости То есть Больше денег Делай больше добрых дел Много денег Построй Мечеть Заботься о людях Построй школу Сделай добрые дела И не значит Что на последние деньги Надо это делать Пускай у тебя Останутся деньги Если у тебя Есть деньги Ты их правильно Используешь Богу это нравится Бог не запрещает Быть богатым Богатым Означает Богатство Означает От Бога Что-то Понимаете Это Энергия Бога Богатство Поэтому Успех Означает Вырваться Из неправильной Концепции жизни Теперь давайте Разберем Эту неправильную Концепцию жизни Вообще Допустим Поговорим о страсти О жизни в страсти Допустим Женщина спрашивает Меня Олег Геннадь Что у нас не так Вот мы жили нормально Все хорошо Дети, семья Что он ушел Так другой Вот что ему не хватало Понимаете Жизнь страсти Всегда истощает Людей Ему не хватало То что и всем не хватало Вот вы начинаете Жить вместе Я вам сейчас расскажу Как энергия любви действует Вот сначала Люди живут вместе И энергия любви Что такое Мне нравится человек Я наслаждаюсь ему Как только пока я наслаждаюсь Что значит наслаждение Значит я истощаю Всю эту энергию Наслаждение Значит я наслаждаюсь Им истощаюсь Он наслаждается Мною истощается Мы не служим друг другу Мы наслаждаемся Это другое Понимаете Это означает Что скоро все кончится Энергия любви кончается Люди где-то 3-4 года живут Балдеют Потом дальше 4-5 лет живут Терпят друг друга Потом копится Искоменно уже Противным человек становится И они расходятся Все Вот такая система И с ней ничего не сделаешь Потому что люди В любовь не вкладывают Для того чтобы любовь вкладывать Надо служить А чтобы служить Надо наполняться кем-то Если ты служишь Служишь Тебе ничего не делают Дает человек Тебе обидно Для того чтобы служить Бескорыстно действовать Нужно иметь силу Откуда-то А сила берется От природы От добрых людей Означает Ты социально активным Должен быть Всех любить Дружить со всеми Друзей в гости приглашать Сам в гости ходить То есть не сидеть Возле компьютера Как бы А жить активной жизнью Нормальной человеческой жизнью Всех любить Радоваться людям Понимаете И Бог должен быть в семье Молитвы должны быть Тогда совесть в семье есть Муж не пойдет гулять Потому что стыдно Неудобно Ну то есть Другими словами Понимаете Жизнь страсти Означает Люди зашоренные Вот на этих Внешних потребностях То есть они Их чувство Собственного достоинства Повернуто на Приобретение То есть надо Работа Семья Дом То Все Пятое-десят Детям надо в школу Надо то Надо все Надо Надо-надо Все это для того Чтобы у нас все было хорошо И это приводит Последовательно В следующем стадии Первая стадия У нас все нормально вроде Вторая стадия Устаем Третья стадия Надоели Четвертая Расходимся Ну или как бы Если в песне переводить То проследим Как бы Жизнь четырех Мушкетеров Последовательно От начала И сорок лет спустя Первая стадия Начало Пора-пора Порадуемся На своем веку Красавице И кубку Счастливому Клинку Пока-пока Покачивая Переми на шляпах Судьбе не раз Шепнем Мерси Боку Сорок лет спустя Ну уже все Как бы Истащился человек Так жить Сколь дней Осталось Как Снять Усталость Зеленоглазое Такси О-о-о-о Притормози Притормози И отвези Меня туда О-о-о-о Где будут Рады мне Всегда Система ясна